Анализ классических текстов И мы уже достаточно много занимаемся Тем более сегодня предпоследнее занятие Я хочу вас запросить по вопросу о том А что мне дало изучение этой работы? Выступить каждого Что мне дало изучение этой работы? И вот в ходе этого курса Изучение работы, изучение и анализ Потому что у нас тут есть чтение Тут есть обсуждение Тут есть рассмотрение критическое Что это мне дало И в чем, так сказать, польза этого Вот такого Рода Занятия Кто хочет первый? Ну, это-то вы можете отвечать без всякого доклада, правильно? Вы уже давно тут занимаетесь? Разбудите девушку, пожалуйста Так Да, пожалуйста, рассказывайте Рассказывайте Я не знаю Я не готова сейчас Ну, ох, вы не готовы Отвечайте, как есть У нас впереди вообще зачет Там вы на все вопросы будете не готовы Тогда я вверх спуду спрашивать на зачете Как можно ко всему подготовиться? К всему подготовиться нельзя Это одна из форм подготовки Отвечать без подготовки Правильно? Как солдат, он же внезапно на него напали Он должен, когда он будет готовиться Говорит, я сейчас не готов Ну, ладно, мы вас сейчас убьем Здравствуйте, как правило У нас завтра защита Курсовая Ну Мы вас не проверяем, да? Тем будет Да В том-то и дело Так, ну, так вот, пожалуйста Что вы На занятиях вы находились Вспас Взрослый человек Оценить свое Понимание О, как Есть тут принципиальный вопрос Полезное занятие Неполезное занятие Безполезное занятие Да? Вот Если полезное То в чем польза? Что удалось? Что не удалось? Попробуйте На этом Чем ответить? Нет Я сейчас не буду отвечать Потому что я Не очень Подобно Вы когда не будете Ответить Это уже ответ С вашей стороны Это вам кажется Что вы не будете отвечать Вот у вас неудачный Получился ответ Так Я вот вас спрошу На зачете А вы скажете На это я не буду отвечать Можете не отвечать? Это мне сын рассказывал Как он На военной кафедре У них спрашивает Студент А могу я Не подстригаться? Можете и не подстригаться Тогда не ходите На военную кафедру Так и здесь Это у нас же с вами Государственная обязанность Не просто так Мы собрались Хотя мы Друг друга уважаем Можно сказать Даже любим Но у нас есть Государственная задача Определенная Правда? Мы ее решаем Анализируем И у нас не начало этого Так Ну давайте послушаем Других Значит Вопрос я задал Такой А что я? Как студент Получил При изучении Этого курса Курса Анализ классических текстов Марк Энгельс Немецкая Дело Ю То есть бескровное Она на конкурсах Бывала В битвах всяких Она не боится Внезапных Нападений Мистер Шмидтом Пожалуйста Ну что ж А видишь Она для истории Сразу включилась Чтобы была Да Конечно Паркур Все нужно Показать Хочешь Нет рекорд Ладно В общем Серьезно То Мы же Получается Разбирали Определение Прям По структуре Да То есть Шли от Большего К меньшему От общего К частному Мне кажется Этот подход Может пригодиться В написании Диплома В следующем году Потому что Определение Человеку спрашивали Получается Мы же должны Каждый раз Разновлялись Вот на разговор На определенные На каждое Конкретное Игод Хорошо Другой бы сказал Вывернулся Я говорю Хорошо Молодец Ну это же правильно Это правильно Я думаю Да Может человек думал Думал А ему не давали Высказаться Потом скажут Что вы все время Тут ведете Не даете нам сказать Вечно перебиваете Не пускаете Держиваете Инициативу Творческую Так Лена Ну да Я тоже Хотела отметить То что у нас был Подробный анализ Мы Каждое Что это было По каждым Допадам В наших Вступлениях В принципе На паре Мы избирали Каждое Понятие Чтобы мы Действительно Понимали В таком Веда Чем мы говорили Ну это первое Хотел отметить Так что В наших занятиях Мы замещали Различные Деньги Мы читали И поступали И семинарские Каждый раз Мы делали Занятия Говорения Да Это такой опыт Который важен Для любого студента Особенно Где порой Именно умение Выступить И умение Четко Передать свои мысли Важнее содержание Важнее содержание Да Да И это достаточно важно Вот Также Немного нравятся Занятия Когда приходила Ксения Вот когда мы Дали немножко Первое Интересную тему Изобрали И немножко Президелили По окончании Занятия Перезвоним Сейчас Занятия Так Мы встречались По Размышляем Актуальность Работаем В акценте И сочнется Наше занятие И попытались Насмотреть Недо Современное Огрожение И по счету Потому что В принципе Идеи Они достаточно Катюбые Идеи Достаточно И в принципе На экономику Очень важны И мы Это делаем И случайно Потому что Классика Она Возможно Всего И Ее важно Знать Как Кто-то Из этих Их Сказал Что Классика Все хотят Чтобы Классика Была У нас В багаже На них Немного Хочет И мечтать А вот Благодаря Этим Курту Потому что Потом Что Марк Мы Можем Прикоснуться Подробно Влечить С помощью Преподавателей И В принципе Попробуем Делать Этим Знам В общем Да Хорошо Спасибо 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 Так Вот К вам Такой же Вопрос Вы В ходе Изучения Этого Курса Что Приобрели Какая Польза Мне Кажется Что Именно Здесь Для Подобного Изучения Были Вы Выбранные Такие Книги В первом Семьстер У Году Государства Платона А во втором Аркс И Энг С немецкой Диалоги То есть Такие Достаточно Путевречивые Книги Знания Которых У многих На уровне Стереотипов То есть Допустим Обеих Главное Что Платон Государство Сложил Основу Фашизм Или Что Все знают Что Марксизм Это То есть Все знают Что такое Марксизм И выглаждать Четкое Отделение Марксизма То есть Знания Об этом Учении Во много Базируется На стереотипах А этот Курс Помог Нам Все-таки Понять Что именно Маркс Что именно Пентин Складывают Понятия И как Они Показывали Сколько На самом Деле Таких Ложных Учений Или Иллюзий Копринения Немецкого Общества То есть Что Есть Истинный Социализм Есть Какой-то Истинный Марксизм То есть И еще Очень важно Что Это Не Какой-то Сугубый Философский Так-так А Что Мы Познакомились И Как С Социальными Экономическими Теориями То есть Главное Сделано На практику А не только На теорию Так Спасибо Ну вот Я Что Хочу Еще Заметить Совсем Недавно Я Вот Поскольку Ну тоже Ну больше Чем Обычные Люди Которые Такой Курс Не ведут Обращают Внимание На Некоторые Моменты Ну и Сравнивают С тем Что Говорят В средствах Массовой Информации Когда люди Выступают По радио Вот Можно сказать Что Почти Везде Или Почти У каждого И В большинстве Во всяком случае Высказывается Такая мысль Что Бытие Определяет Сознание Вы нашли Такую мысль У Маркс Энгельса Нет 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 А у Противников Маркса Энгельса Нашли Тем более Нет То есть Что мы Ваше Сознание Ничего Подобного Наоборот Мы с вами Начали С такого Документа Который Примыкает Вот к этой книге Маркс Энгельс Немецкая идеология И которая Называется Тезисы О Фербахе И На примере Вот этих Тезисов Видно Вот Когда пишется Тезисы Это вот Надо бы всем Вооружиться Вот этим Тезисы Пишутся Тогда Когда Нет возможности Развернуто Излагать Возможности Нет такой Ну нет Ее Потому что Нет еще Подробностей Не написано Не выражено А что делать Или ничего Не делать Молчать Как вот Вы взяли тактику Партизанскую Такую Дескать Вам сказали Не выдавать Вы не выдаете То есть Вам сказали То что Маркс Энгельс Написали Никогда не выдавайте Преподаватель Будет требовать Угрожать Не выдавайте Чего он там Сказал А есть другой способ Который применяют Люди С одной стороны Великие С другой стороны Очень занятые И которые знают Каким путем Идет вообще Движение Учитывая Что у вас Скоро курсовая Ну как Скоро занятая А у них будут Еще дипломы Все скоро будет Вот И всегда это бывает Когда с одной стороны Понимают что надо С другой стороны Всегда не хватает Времени Какие существуют Способы Решения таких Программ Вот Маркс Маркс здесь Вот показал Пример Этот пример Используется Очень многими То есть Если у вас Пока Нет ни времени Невозможности Изложить Что-то Вот В таком объеме Да Что человек делает Берет И пишет В объеме Двух страниц И вот то Что Маркс написал В объеме Двух страниц Оно ведь Имеет Самостоятельную ценность И не маленькую Правильно И не маленькую И то есть Потому что Все остальное Вот все остальное То что здесь Это является Развертыванием Развертываем Этих идей Пополнением Более обстоятельным Изложением А сами Эти мысли Остаются Вот Поэтому Отсюда И вывод Надо взять На вооружение Вот такой метод И это тоже Мы должны с вами Отосвоить Как его взять На вооружение Вот я сейчас Хочу вам рассказать Как человек Который Ну уже много Написал Я скажем Книг По меньшей мере 15 И где-то 320 с лишним Опубликованных Работ И я имею Возможность Своими коллегами Беседовать И вижу Как вот они Если они Этим не овладели Вот этим искусством То это все Вот Выражается В такой вот Ступор Когда человек Все здесь сидит Никак ничего не сделано Все время Не подготовлено А вот Скажем Вы согласитесь Что Когда Ленин Стал председателем Совнаркома У него времени Было Ну Не больше Чем у студентов Как вы понимаете Явно Не больше И тем не менее Он написал За время Как он был Председателем Санрахума И Такую работу Как Детская болезнь Ливизны в коммунизме Вот такой толщины Так Раз Он написал Очередные задачи Советской власти А когда он Совсем не имел Времени Что-нибудь Написать Что он делал Он писал Тезисы Что такое Это Кратко изложенная Что Мысль 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 Вот мысль Важна И тут и то важно И это важно Во-первых Это мысль Но мысль Непосредственно Если она не кратко Изложенная Это не тезисы А А в чем ценность Кратко изложенной мысли Ее не потеряешь Эту мысль Она не затеряется Нигде Не пропадет В этих расплетениях В примерах В сноцках В ссылках И так далее Вот Поэтому И у людей Много пишущих Ну вот Ленин написал 55 томов Я Поскольку я их прочитал Все 55 томов Я смотрел А как он писал Как Какая у него Какая у него метода Метода у Маркса Энгельса Одна была У Ленина другая У Маркса Метода была какая Он написал Прежде чем написать Капитал Он сначала Изучал Предшествующие работы И писал Своего рода Рецензии на них Это составило Такие три книги Называются Теории прибавочной стоимости Это Как говорится Это вот Одна из первых работ А вот где Началась самая работа Теория прибавочной стоимости Иногда Называют это Четвертым томом Капитала Это никакой Не четвертый том И не том капитала Это предшествующие работы В основном критического характера Где он Оценивает предыдущие работы И Их разбирает Анализирует Вот как мы разбираем Маркса Энгельса Маркс разбирал Предшествующие работы Собственно говоря У них такой метод есть Они разбирали здесь Немецкую идеологию А Маркс А Маркс пошел разбирать Потом именно Конкретно Политэкономические учения Там и Кенея И Адама Смита И Рикарда И других Экономистов В очень большом объеме Вот так эти три книжки И так они и стоят Которая называется Четвертый том капитала Просторечие Нигде официальных Таких названий нет А официальные названия Теории прибавочной стоимости Теории прибавочной стоимости Теперь Маркс написал Две огромных рукописи Одна экономика Экономические философские рукописи 58-59 годов И 63-64 годов Для чего? Ну когда вопрос непонятен Вот человек пишет Пишет И когда он пишет Пытается выразить это Когда он пытается выразить это Он себя ставит в положение Чтобы мысль Не так что вот Мысль сидеть и ждать Когда она придет Она не придет Не будешь писать Не придет Не будешь выступать Не научишься выступать Не будешь писать Не научишься писать То есть надо писать Можно потом зачеркивать Потом можно выбрасывать Рвать можно, пожалуйста Но Надо писать Не важно как вы будете писать На компьютере На руки Но когда вы пишете Что у вас? У вас голова Дает сигнал руке Набрать или написать Что-то А это значит Команда уже идет Из головы на руку То есть у вас уже Это внутреннее Это ваше А когда вот сидите И слушаете Что я говорю Это не ваше Вы зеркало Кого что я говорю Ну В этом смысле Что вы сидите Что вот зеркало Диктофон разве Не записывает Так же хорошо Он же записывает Даже более точно Но человек Не должен превращать С себя в диктофон Какое есть средство Не превращать себя В диктофон А только одно Попытаться Воспроизводить То что у вас В голове Что и с этим Рождается Не воспроизводить Обязательно То что говорится А в чем состоит Анализ Вот скажем Я говорю А вы слушаете А в голове У вас Рождается Анализ Это ваша оценка Того что говорится Ваше восприятие Ваши мысли По этому поводу Вот что это называется Это бывает При написании Конспектов Но между прочим Марк Тенгель Все написали руками Как вы понимаете Никаких компьютеров Ну и сказать Что это Набирать быстрее Не скажешь Потому что Можно писать Очень быстро Я правда Когда писал Диссертацию Кандидатскую Специально покупал Не шариковую ручку А ручку С чернилами Потому что Она гладко пишет И бумагу необычную Такую вот Мелованную Чтобы по ней Скользило И быстро И сокращал Чтобы у меня Изложение Не было бы Не задерживало Течение мысли А другое дело Потом можно уже Когда у тебя есть Написано Это обрабатывать Доделать Переделывать И так далее И вот Маркс Написал Эти две Большие рукописи В которых есть Ценные определения Я эти определения Я как человек читавший Это я вам Некоторые давал Например Вы в определении Производства Вы в капитале Не найдете Определения Труда Тоже в капитале Его нету Но рабочая сила Есть То есть Для того Чтобы получить Все эти определения Тут приходится Их иногда Добывать По крупицам А это очень важно Без определений Невозможно Дальше двигаться И вот после этого Маркс Почитал еще Новую логику И Гигари Составил план Вот на план Ваше внимание Очень обращаю Что такое план Вот план Составляется тогда Когда речь идет Не о каком-то письме И записке А когда речь идет О чем-то серьезном Вот скажем Ну уже курсовую Без плана писать нельзя Почему? Потому что план Означает Что это? Это развитие мысли Вы наверное понимаете Что вот эту книгу Можно вытянуть В одну строку То есть вот Не воспроизводить На листе А как вот Телеграф Телеграф На строка идет И вот вы можете Ее продолжать А раз Это всего Одна строка Вот вся эта книга Это одна строка То важно Как она делится На какие куски И как они Затем Соотносятся Друг с другом Чтобы получилось То самое развитие О котором здесь уже говорили Развитие Как получилось Что развитие Что мы идем От простого К сложному Это надо так построить Так разделить И так назвать Соответствующие разделы Почему они называются Разделы? Мы делим Чтобы получить В итоге результат И результат Вы должны получить Когда напишите Или результат Когда вы начинаете работу Это ведь начало Всегда есть Начало есть Не разбитый результат Правильно? А результат А результат Есть развернутое начало Поэтому вот В самом начале Мы должны Предосхищая Тот результат Который мы Хотим получить Составить Соответствующий план Какой бывает План? Вот у вас будет Скажем Работа Серьезная Выпускная Какой там план? Главы Две или три Обычно Кандидатские диссертации Две главы Поэтому Кидаться Больше делать Чем кандидатские Не следует Обычно Две главы Из этих глав В этих главах Как вы думаете Значит Первая глава Обычно Какая? Посвящена Производства капитала Производства капитала Второй том Процесс Обращения капитала Вот где там Все торговли Все это доведение До потребителя Того что произведено А в первом томе Там Да не вопрос Они не рассматриваются Производится и все А в третьем томе Процесс Капиталистического Производства Взятый в целом Как это на поверхности Явлений А на поверхности Явлений Вовсе не по стоимости Продается А по ценам Производства А цена производства И держки производства Плюс средняя прибыль И соответствующие Законы Как они проявляются На поверхности Экономической жизни Ну дальше Вот план он составил И по этому плану Успел Подготовить К изданию Первый том И Умер Маркс Но Но планы у него уже были И руководствовавшись этими планами И Теисы у него уже были И наброски соответствующие были И руководствовавшись этими планами Энгельс поделал гигантскую работу Доделал второй И третий том Доделал его И подготовил к печати А сам Маркс Второй, третий том В выпущенном виде не видел А про первый том Он может сказать Что он узнал Что первой Страной Которая перевела Капитал на Другой язык Не на немецкий был Была Россия В России вышел Первый том Капитал На русском языке Раньше Раньше Чем во всех других странах Это тоже очень интересно У Ленина была Другая метода И он вообще написал Больше чем Маркс У него была метода такая Вот если посмотреть Как вот Очень просто можно Взять государственную революцию А в конце каждого тома В полном собрании Есть подготовительные материалы Вот там есть план Разбита сначала на главы А первое Второе Третье Римское Там римское разбито на арабское Арабское на А, Б, В Потом на А, Б, Т, Гам, А И так далее На все эти подразделы И когда уже Все это разбито На мелкие-мелкие Подразделения План уже есть Но этот план говорит Не говорит о том Как от этого пункта Переходить к другому пункту Вот они Эти пункты плана вашего Они безразличны к переходу Вот в чем беда И чтобы вот Подготовиться к написанию Нужно написать еще тезис То есть каждый пункт Превратить В тезис Вот что я могу вам сказать Сразу Вот если вы будете писать работу То в параграфе должно быть Не менее 7 пунктов Объясняю почему Не менее 7 пунктиков Потому что Ну две точки Вы с чего-то начинаете И куда-то идете Это два пункта Когда вы завершаете свой параграф А не бросаете его на полпути Это вы с чего-то начинаете И заканчиваете Еще два пункта Итого четыре Ну хоть три пункта На развитие темы Должно быть у вас в параграфе Четыре плюс три Получаем Семь Я хочу сказать Что больше можно Но меньше чем всем Это получаются Огрызки Ненормальные параграфы Они не читаемы Потому что Потому что Нету движения С этой точки Логической Там какой-то Мыслительной И нету завершения И соответственно Нету перехода Еще вам надо Следующее И вот Вот тут Вот как раз Приходят На помощь Тезисы Каждый пункт По каждому пункту Нужно написать Один тезис Не два тезиса Не то что вы знаете На эту тему А наоборот Задача написания тезисов Состоит в том Чтобы Как можно короче Выразить мысль Вот именно мысль Как можно короче И как вот вы ее можете Более подробно Все что в этом Нет наоборот Для чего Для того чтобы у вас Этот план превратился В тезисный план У вас по каждому пункту Один тезис И следовательно Вы знаете Как Из чего вытекает И к чему приходит И у вас Вся логическая основа Вашей книги Или вашей работы Есть Курсовой Дипломной Неважно И вот когда Эту основу получили Вы вот Это самое время И место Говорить с научным руководителем Почему Потому что У каждого человека Хоть молодой он Хоть так сказать Зрелый Или даже пожилой У каждого Свой стиль письма И например Вот я не должен От вас требовать Что вы писали Как я Или вы ожидали Что я буду писать Как вы Каждый пишет По-своему И не надо Тут никакого Никакого Унификации Никакого Единообразия А вот Обсудить тезис Это обсудить мысли Вот вы Я смотрю на ваши зрители Это мысль правильная Это неверная То есть Это вот тот случай Когда С научным руководителем Можно обсудить Или с кем угодно Обсудить Сами мысли И переходы От одной мысли к другой И не нужно Это замусоривать Подробностями Поэтому не надо Вот делать Нечто среднее Не тезисы Какие-то Что-то написано Или как у нас Принято писать Пишу первую главу Написал первую главу Это все равно Что вот видно Полчеловека И знаете Как кентавр Тут есть А потом окажется Что там ноги Был вот и хвост Кентавр Представляете Да А вот у меня Первая голова Это человек А вторая у него Совсем другая Поэтому только тогда Можно писать Когда вы Тезисы Все довели до конца И вам уже ясно Есть такая работа В сороковом Нет В тридцать девятом томе Тезисы И план Брошюры О диктатуре Поретвята Тезисы написаны Брошюры Они написаны У Ленина Но вот Читая вот этот план Можно ведь Полностью понятно Какие мысли Он в нем Собирался Изложить А потом Будет их снабжать Уже Соответствующими Комментариями Эти мысли Данными Фактами Сносками Критикой И так далее То есть Пока вы делаете Тезисы Все идет Задача на минимизацию Как можно Более кратко Сжато Излагать Это течение мыслей А когда вы Начинаете писать У вас другая задача Вот так Богатая Изложитель А как надо Излагать Некоторые Примитивно Или не имея Плана Начинают Излагать С первого И застряли Ну вот Примерно Как вы Я каждый раз Спрашиваю Когда вы будете Устать Сейчас я не готов Сейчас я не готов А время-то идет И вот Думаете Так не бывает Что человек приходит Дипломная работа Уже все Кончается Все время А человек не готов И все Вот такого Это надо Преодолеть Такую Систему Это не должно быть То есть Человек должен быть Плох Лучше плохо Готов в чем Хорошо не готов Вот Для этого Есть такие приемы А как Как такие приемы Вот у вас есть Теисный план Вот мне принесли План с тезисами Своего выступления К примеру Которое вы хотите Сделать Я спрашиваю вас Что вы из этого Можете уже говорить Это не могу Это не могу А что можете Вот это Вот то что можете Это пишите уже У вас связь То уже есть Между этими пунктами Логическая связь Между тезисами Есть И вы уже Теперь в состоянии Писать любое место Своей окончания Если вам ясно Как вы будете Заканчивать В середине Какой-то переход Одного пункта К другому Или другое И вы начинаете По принципу Окружения врага То есть пишите То что для вас Самое легкое Люди Иногда говорят Особенно К молодежи Обращаются Не ищите Не бойтесь трудностей Давайте мучитесь А я хочу сказать Другой Хотите написать Не надо искать трудных Ищите самое легкое Для себя Вот можете это написать Вы написали Кусочек у вас есть Уже вы Что-то есть У вас есть приобретение Вы уже Не нищий Духом Так сказать Стоите Вы пишите Второй кусочек Другой Другой Приглавие Другой Парагог Третий Четвертый И когда вы все Написали У вас же На спину Уже почти все Написано И тогда Вы с легкостью Разгрызете Оставшиеся Два Три кусочка Поэтому Вот наличие Третьего плана Разбуждает вам Весарь Всего Места Вот что Это очень Большое А иначе Вот я буду Сначала И расстановиться И дальше И не знаю Что И все И все Месяц Сидит Два Таких случаев Очень много Вы наверное Знаете Что Среди тех Кто пишет Калининг Три года Дают Вы знаете Три года Не могут Написать А почему Сначала Они Сдают Экзаменты И даст Ну наплевать Экзаменты Не в том Что их давать Не надо Смысл Никакой Ну и что Мало давали Вреда Ну еще Ее не дать Не дали Вот это Из этого Сделали Целую работу Писей Причем Это сделали Органы Которые регулировали Таких случаев Раньше Можно было Наш Ред Вот я В первые полгода Записать Ред И все И заняться Диссертацией Сейчас Нет Вы Тоже Не больше Двуха Тянь Семестр По приказу Ректор Прошу Какой приказ Ректор Ух Мы Профессора Кто нам дал Профессора Выше Аплодисционной Компитии При правительстве А доктор Скультуры Сам Какое Еще решение Вот мы Забрались в проем Составили протокол Вы нам Так Вот и все Нет Давайте Двухи Вот тянут А все Меньше Меньше Времени Остается А диссертации Никто не отлагают И вот Когда человек Не успевает А потом Пошли Надо Работу А работа Сами Знаете Какая Никто Не любит Кто Быстро Заканчивает Неприлично Заканчивает Работа И дальше Другие проблемы Возникают Улучшение Чем там Дети Могут Родиться Это Несовместимо С диссертацией Доброе время Поэтому Надо успевать А как успевать Вот так Успевать Поэтому Это Надо Этим Овладеть И тогда У вас Это логическая Структура Когда Вы пишите У вас Тут Другая Значит Можно Более Обиженно Из сил Из мозга Например Я такую Пробную Которую Решают Долго Долго Читают 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 Поэтому И писать Непрят Когда У меня В основном Текст Написан Все Я делаю И со Скорбой Которую Я получаю Книгу У нас Публичные Я ее Листаю И Отписываю Система Согласен На Которая Не Согласен На Которая И Она Вся У меня Со Ссылкой Получается Ну Там Много Ссылок На Литературу Что Дело Что Знание Литературы И Кроме Все Прочего Что Я Делаю Милеографию Писал Совсем Неприят Всегда 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 Есть Две Три Работы По этой Земле Другой Нас Астальное Чепуха И Вот Вот И Получили То Мы Когда Мы Берем Анализ Классических Текстов То Прелечение Классических Подходов Там Скажем Если Вы Возьмите Ленина Перелиться Выше Стали Комитаризм Вы Что Увидите Две Работы Один Деньги 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 Еще Одного Две Фундаментальные Работы Которого Изучил А всего Двести Работам Ссылался По разным Аминам Мало Ли Там Какие Данные Сделали Вот Такого Орду Дети Смысл Мы должны Весить Эти люди Классики Они еще Классики Не в вопрос Смысл Самого Содержания В смысле Долгота Они Добыли Содержания Перед ними Тоже Стоя Освоили Причайствующее Наследие Как они Какой Дорог Шли Они По дороге Фундаментальные Или Они С помойки Собирали Например Вы прекрасно Понимаете Сейчас люди Выходят Там На развалы Нижние И там Написано И все Издали С последнего Года А через Десять лет Все эти книги Выкинут Выкинут Из библиотеки Что я Могурал 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 В том числе Вы видели В последнее время Столько Вот Из наших Кабель Учисли Всяких Нижних Выкинули А те Которые Утащили Из нашей Библиотеки Общественной Круга Туда Главное Заня Туда Идти Нажим Девали Целая Проблема Пойти Опять Искать Добывать Вот Эта Проблема Которую Приходится Решать Кожа Тоже И нужно Это Мучиться Лучше Раньше Чем Кожа Это Никак Не сковывает Ваш Смыш Темати Правда Потому что Все Будем Сами Собираться Но приемы Которые Люди Великие Использовали Очень Хорошо Потому что Какой способ Стать Крупным Усилителем 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 Если вы Стоите На Плечах Дегамках То вы Видите Далеко А если Вы Стоите На Плечах Пример То Вы Дальше Усилителем Двора Ничего Не Видите Поэтому Надо Тут Тоже Этого Вопрос Что Читать Все Не Креш Все Все Никак Не Прочешь Поэтому Дальше Волей Должен Поставить Вопрос Говорят Классический Текст А вот Вы Успеете За свою жизнь Почитать Гениальный Как будто Ну Не А зачем А не Гениальный Это Просто Тратария Гениальный Не успех Прочесть А тут Читаешь А есть Такой Способ Я вам Говорю Листать Какой Способ Берешь И Листать А что Листать Ну Если я Листаю Ясно Делаю Что я Ничего Запоминаю Но если я Листаю Я могу Достать Подразмерческие Диалоги И Что От Включительная Благодаря По Своему Лену Содержанию Что Да Ну Ясно Черт И Понимание Вот Я Листаю Вы с собой Скоро Не Быстро И Вы Если будете Удерживаться От того Что Учитываться Просто Вы Короткий Переместали И Поймите Что Понимаете Стоит Ли Читать Это Все Равно Что Вы Открыли Какой Ящик И Посмотрели Что В этом Ящике Лежит Если В этом Ящике Лежат Двогоценности Которые Довольно Поисками Никак Найти То Тогда Вы Возвращаетесь Назад И Начинаете Последовать Систематическую А если Вы Перелеснули И увидели Что это Очередной Сундуч Барахон И такого Барахла В том числе Увлекаций Полно И еще На усрочке Не только Барахон И еще И Ложен Это Все Вище Вот Вы Переместнули И Спокойно И Сослались Отместились В список Работы Которые Вы Использовали В список Пожалуйста Включайте В список Это можно Чертый Включить Всем Хороший Я Обязан Богу Всем Я Обязан Чертый И Встуда И Сюда И С того И Кругого Включ И Слее Вписок Вот Это Очень Важные Рекомендации Хочу Сказать Что Это Не Рекомендация Моя Личная А Это Рекомендация Которая Основана Для И Классических Произведений То Как Великие Добились Того Что Они Великие Но Они Великие То Когда Они Не Тябляк Двигались В этом Направлении Они Вполне Сознательно Опирались На Высочайшие Вести Времени И Сознательно И Времени Самые Тяжелые Моменты Когда У вас Совсем Нет Древни Вот И Пишется Терест Он Приехал В Абрелии Заграниц Еще Он Собой Привез Ничего Собой Не Привез Ни Книги Ни Статьи И Что Он С Чем Он С Пусть Этот Дом А Уже А Все Ждали Его Встречали Враньевик Был А Он Встал Я Не Глотов Причем У него Основания Я был В Германии А Что У меня Ни Полные сведения Швейцария А Швейцария Нет Это не детали Какие детали Причем Я даже Не А Что Домикрация Швейцария Не Понял Другой Страни Швейцария Ехал Через Германию Плангированного Проводия А тут Я спрашиваю А что делать И что А вот Люди тут Были Все Знали Что Происходит И что Вот Те Кто Все Знали Что Происходит Ничего Ничего Он Прогласил Если Здравствуй Социалистическая Революция Что То есть Люди были настроены Как Буржатная Революция Осваливая Силы Планг А Ленин Привязывается Здравствуй Социалистическая Революция Настреливает На Социалистическую Революцию И она На самом деле Предошла И Вот Выпилась Советская Власть Да Как вы понимаете В прошлом Взяли власть У тюрьма Работ Не проворок Люди Не высыпаются Не отдыхают Что можно написать В таких условиях Какого Никакого А что Пишется Пишется Те Доклад Делает Пишет Те А в основных Советской Советской Власти Шесть Те А в основных Советской Власти Если я поставлю Перед вами Вопрос Хорошо Вы не можете По работе Макс Восемецкой Дороге Делать Большой Доклад Хорошо Вы там Шесть Те Семь Мыслей Шесть Мыслей Вот он С шестью Те Семь Те Написал Делал Доклад Когда мы Делали доклад Макс Восемец Макс Восемец Делали Чем К Пом Ну Есть Но Это Надо Свою Восемь Сожнать Сожнательно. А после того, как он написал вот эти шесть стейсов, он написал набросок статьи от первых задач, что я сказал. Что такое набросок? Набросок это означает, что пишу то, что в голову лезет, без каких-то требований. Ну что получится, то и написать. А после того, как он написал набросок статьи, он написал статью, переделал ее потом, написал статью. А после этого он ее оснастил всякими данными, соображениями дополнительными и прочими, и получил брошюру, там очередная задача. А как управлять страной, если вы не можете мне рассказать, что делать? Правильно? Вот человек в положении первого лица, руководителя государства. А у него спрашивают, я не учтел, я не знаю, я не читал, я не сказал. То есть, бывает ситуация, когда, так сказать, со временем более сложный, более сложный, чем у нашего, так сказать. И вы хотите, вот, сказать, показать. Я думаю, что надо искать, если вы не можете на вот таком-то уровне конкретности, что там дается, значит, повышается уровень конкретности. И максимально высокий уровень такой. Что вы знаете про то, что вы ничего не знаете? Вы знаете, где вас спрашивали, а вы в этом ничего не знаете. Ну, как положительно ответить, наоборот? Ну, оно есть не может быть. А? Как? Ну, то и время, когда вы спрашиваете, оно есть и нет. Да, оно и нет. Вот я знаю, что оно и есть. Я думаю, что я скажу, а я скажу, а еще, ну, вы да и начинаете. У нас же мы договорились один вопрос. А вот два, три. Ну, опять. И я думаю, что я не справлю. То есть, является такой уровень общественности, на котором можно отразить то явление, которое вы встречаете. Вот что я говорю. Да, я говорю. Вот теперь еще такой момент, который мы еще не рассматривали. У нас по существу эта работа состоит в том, что есть какие-то свои позиции в ума, да? Есть критики. Что? С чего начинается все? С критики или с выработки своих позиций? Вот начинается работа с выработки своих позиций. Прежде чем разбираться насчет системы социалитма, да? С чего начали маркции? Они начали с того, что они определили свою позицию, с которой они будут все остальное рассматривать и критиковать. То есть, их критика не представляет собой, что они на одного напали, на другого напали, выкидывает такой литературный, а их критика состоит в том, что они демонстрируют. Вот с той точки зрения, которую они формулировали в начале. С этой точки зрения можно выбирать самые разные, то есть писания, произведения, и тогда этот разбор, он совершенно понятный и вполне обоснованный. А для этого им нужно было выработать свое мировоззрение. Это свое мировоззрение они прорабатывают в начале. А для выработки своего мировоззрения они взяли одного человека, с которым они приметировались какого? Фирма. А почему? Сказал их, что он самый главный противник или он тот человек, на позиции которого они встали. То есть, у них по существу два человека, которые выступают за роль учителей. С одной стороны, Геккер, который был учителем, и прямо Марксик говорил, что мое отношение к Геккеру очень простого. Геккер мой учитель. Маркси были младыми дневнямцами, и поэтому они как бы из этой толпы, которую они потом разбирают. Когда вот это истинный социализм, немецкие идеологи, они взяли те описания, которые были в немецкой литературе философской, и выделили из них Геккера и Геккерскую идеологию. Но они, прочитав Фейербаху, они считали это на противоположной полиции, на первый раз. А как они тогда его подвергают, будут критики, потому что они, встав на полиции Фейербаху, не хотели выбросить, то представляется сцену, работа, а что Энгельса, а работа Геккера, а что с ценой работы Геккера? Геккера. Поэтому они, посмотрите, две образы, по-разному, где будет он имецкий истинный социализм, и Геккер. Фейербаху они разбирают уважительство, они с ним не согласны. Почему? Потому что он не доведен до конца, этот материализм. То есть они с ним не согласны, но мысль, что он не вполне еще развернут этот материализм. А его нужно дальше развернуть. И они, вдруг, на себя эту работу, развернутся этот материализм дальше. А что касается вот этих эфигонов немецких, то они с ними, ну, просто, так сказать, справляются как с людьми. Ну, посторонними, никчемными, легковесными, которые прикрываются красивыми словами. Там, истинный социализм, социализм, которые без основания применяют те или иные категории, не понимают смысла этих категорий, тем самым амановый читатель. Вот. А поэтому начинается это все. Видите, Фейербах, противоположность юридического и юридического воззрения. Это вот первое. И после этого, и после этого они вырабатывают, смотрите, Аберсе, действительный базис идеологии. Вот это вот самая важная глава, во-первых, Фейербах, противоположность юридического и юридического воззрения. Идеология вообще немецких особенностей. Вот эти истории. И, собственно, мы знаем одну новую новую историю. Не надо выгёркивать науки. Все науки – это науки человеческие. Науки о человеческом обществе. Или о том, как человеческое общество общается с природой, да. Влияние природы на человека, или влияние человека на природу – все это исторически. Потом идёт производство сознания. Производство сознания здесь берётся так, что не материя является результатом сознания, а сознание является результатом материи. Он какой? Он не вообще материя, а именно производство. И производство не вообще, а производство общественно. Не просто труд, не просто созидание материальных благ, а общественное отношение людей по производству. Вот что лежит в основе. И к этому не бытие определяет сознание, как вот я уже представляю. А иногда можно услышать, что вот такую формулу. У тебя никогда не хотят сделать. Бытие определяет сознание. Бытие не определяет сознание. Прямо противоположно написано в теннице, как я рыбачил, что человек есть продукт. Остоятельность и воспитание. Воспитание – это разве в гостие. Это не гостие. Это какие мысли сделали, какие идеи, какую мораль. И какие были вообще обстоятельства жизненные, которые то влияют на человек. А какое у него сейчас в гостие? Сейчас у него уже прекрасно в гостие. Но он развалился как человек. Поэтому индивидуальные обстоятельства. Обстоятельства жизни и влияние других людей и воспитания. Вот. И это определяет, что есть какое-то индивидуальное сознание. А вот этот же тезис, который вот так манулируется обрезанно. Бытие определяет сознание, и который нигде не верит. А для того, чтобы быть верным, он тоже не сформулирует как? Вообщественное. 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 противоречие проявляется и в сознании, потому что общественные сознания отражают общественную жизнь. И вот берется общение предварительной силы, отношение государства и права в собственности, естественно, возникшей и созданной цивилизацией орудия приводства и формы собственности. И, наконец, коммунизм приводится самой формой общения. И у них вот это понимание коммунизма, как для раньше этого что для неразных этапов, неразных представлений, или что характерно, вот, для Хрущевского береза в нашей стране, что это светлое будущее человечества, то есть некая мечта или какой-то замысел. А здесь, смотрите, как надо, коммунизм приводится самой формой общения. Что это вот такая естественная форма производства, которая придет на смену производства, основанную на частной собственности. Причем этот коммунизм уже был, в том смысле, что была уже общественная собственность. И человечество прожило длительную историю, 90 тысяч лет при работе коммунизма, потом отрицание, которое составляет три формации, это рабовладение, передоверение, капитализм, это все формации, основанные на частной собственности. И, наконец, возвращение, то есть переход в службу, в должность, в том же частной собственности. Почему? С развитием производства, с развитием производительных сил, с развитием средств производства. Производство все наше все более радио, это и общественный характер. И вот это произвольствие между общественным характером производства и частной формой присвоения разрешается. Как оно разрешается? Что происходит в соответствии с общественным характером производства и форма производства, то есть собственность. Собственная история становится общественной. Тогда это можно бы называть коммунизмом. То есть коммунизм не некая идея, не некая, по сказать, цель, которая в составе, это неестественно и да, развитие человечества. Но и для тех сил, которые в этом заинтересованы, в этом движении, в этом развитии, это может быть и с однажды целью. А для тех классов, реакционных, которые не заинтересованы в этом развитии, которые на этом пути потеряют свою частную собственность, потеряют свои богатства, потеряют возможность эксплуатировать других людей. Для них это, это столкнувшись на то, что им только положено. Поэтому нельзя сказать, что эти коммунисты – это глупые люди. А коммунисты – это умные люди. Это не правило. Это не тот уровень рассмотрения. Здесь рассмотрение не по принципу умных и глупых, по принципу, кто на какой позиции в правительстве стоит. Если он стоит в правительстве, занимает место частного собственника, то он, естественно, будет защищать тот строй, который обеспечивает ему постоянный приток чужого, неоплаченного труда. И наоборот. Если он в этом общественном правительстве находится в положении наемного работника, наемного рабочего, то это положение его толкает к пониманию того, что, следовательно, он становится противником частной собственности, поскольку не капиталисты и делают. Все капиталисты в этом спрекляют одинаковые. Если он капиталист, то он стремится к увеличению прибавочной стоимости, к увеличению своих выиграний. И это было бы очень странно для такой формы. Ожидать, что капиталисты сами просят зарплату, это странно, потому что капиталист покупает товар, короче, в силу, он покупатель. А как покупатель будет быть интересован покупать по меньшей цене? По большей цене покупать. И всегда он интересован в том, чтобы покупать дешево. Поэтому на ответ на вопрос о том, а когда нам повысить зарплату, он, однозначно, никогда. То есть нет никаких оснований, по которым нужно повышать зарплату. А если вы соединились как работники, добиваетесь, как продавцы своей рабочей силы, повышение цены в неделю продажи, ну, так и добиваетесь, это ваше дело. То есть это уже результат, это и самый классный валют. И несмотря на то, что движение к коммунизму, оно происходит и в рамках капиталистического общества, и частных обществе, по массе, но само по себе, само вот это превращение капиталистов в мир, не может быть таким постепенным явлением, поскольку оно накапливается на противоположность интересов собственников этому процессу, и является делом реводивации. И мы не случайно с вами разбирали вопрос о том, а что такое реводивация. Но вот, мне кажется, на это мы можем немножко и остановиться. Реводивация, что такое? Как бы это определить? Учитывая, что мое определение, это различные дела. Этот переход от одной формации, от более низкой формации, к более высокой. Ну, и тогда получается, что это вроде дома, как я ходил в год, когда поднимаешь поясницу со второго на третий этаж. Ну, революция, это то, что надо просто перейти, и все похожее на революцию. Это то, что вы сказали, ведь правило, правда? Правило. То есть нельзя возродить только ваше утверждение. Но это утверждение правило, оно содержит в себе специфики именно революции. Тут есть переход, да, переход. Вот, а какой это переход? Вот еще могу сказать. Скачок или нет? Да. Скачок. А скачок, это и есть резкий переход. Резкий. А что такое? В определение скачка, знаете? Что такое? Скачок, может записать. Переводит постепенность. А, да. То есть идет, 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 идет. Переводит постепенность. Это скачок. А вот сейчас вами у нас спрашивают. Вы, наверное, пошли узнавать, что такое революция. И я надеюсь, что это революция. Ну, теперь именно на это что? А? А? Да. Революция все такое. Я бы обязательно отдал за то, что я только за чем-то ходил. Если бы удалось. Если бы не удалось, потому что вам надо. Не стал бы населительным, так сказать. Слово для вас знакомое. Знакомое. Ну, вот мы что-то говорим, о том, что у них есть мир, а вот такая подробность. Значит, перед этим это революция. А что такое революция? Понятно. Ну, это какой-то, наверное, такой позначенности конфликт. Что это? Ну, это какой-то такой позначенности конфликт. Конфликт. То есть это просто конфликт, я считаю. То есть большая тракта. Что что? Ну, большая тракта. Ну, не совсем большая. А если самая большая война, то революция, это вот один из массовых... Почему вот это самая большая война, а не революция самая большая? Войн много, а революции мало. Сколько революции всего-то может быть. Со всей истории человек, что прочитайся. Первая революция такая бывает. Была. Вообще была и не свой, и не святая. А революция – это переход от первобытного общинного коммунизма. Какая-то какая-то война. Революция была, произошла. Вторая. Вторая революция. Переход от торгового ленина к католизму. Вот здесь войн было очень много. Войны на береге, варваров, они разрушали эти мощные государства. И вот сколько войн было проведено для того, чтобы создать могучие римские государства, греческие, да? И потом их вот варвары, да, и разрушили. Дело похоже, такие, а не сильные. И дело было уже такое развитие производительных сил, что они не могли этим застно держаться. Так что вот, вот еще раз, да. Это революция. Это революция. Это революция. Потом революция, дуржавная, и коммунистическая, и все. То есть, кстати, в общем, конфликтов-то очень мало. И все, больше нет никаких конфликтов, никаких конфликтов. Так, а что это такое? А вы начали отвечать на этот вопрос хитро так, позначиваете. Так, я вы на берегу второй номер, а мы и не на берегу вопросов, а о том, что это такое. Что такое революция? Уже мы определили, что это скачок, который просипелился, да? Я думал, скачков может быть много. Переход воды в парк при кипении чайника, это тоже скачок. Но уже не скачок, это подошла революция, чай готов. А скачок налицо. Скачков может быть много. Переход капитализма свободной конкуренции в монополистический капитализм. Скачок спадок. Вот все время был монополистический капитализм. Время, как это все решало, в двух раз. И монополистический капитализм. Монополии все решают так и готово, как бы. И остаются общие базы, как бы. Но он такого решающего значения не имеет. Или в развитии высшей фазы, в развитии коммунистической формации, тоже есть два этапа – социализм и полный коммунистический капитализм. А социализм просто не полный. Значит, скачок происходит, когда полностью уничтожается в глаз. Происходит скачок. Но, при этом, скачок-то и есть. Но формация та же. То есть, поэтому не вся эта скачок, как я говорю, и, конечно, скачок. Что еще надо проводиться и сказать, чтобы это была революция? Ну, может быть, так насильственный процесс перехода власть от одного класса обществе к другому? Ну, я думаю, этот момент почерпнул в любом случае. Что этот процесс, из-за того, что есть господствующий класс, он так просто свои богатства и от своего господства не отдаст, что про революцию можно сказать, что это не просто скачок, это переход такой, который потребует революционного насилия для своего сочетания. Правда? Которое… Какого насилия со стороны какого класса? Ага. Ага. А? А это все равно гумнитальный класс. Потому что, если гумнитальный класс думает, что он так просто будет совершать этот переворот, то этот переворот будет подавлен классам господствующим. Почему? Потому что он защищает свои интересы. Это же, естественно, защищает свои интересы. Не странно, что господствующий класс защищает свои интересы. Странно будет, потому что он не защищает. Правда? Вот. Поэтому революция и это, скачок. Ну вот, я чувствую, что я не сформулирую, надо сказать, давайте еще одно слово. Это обязательно переворот. Какой переворот? Который вставил господствующий класс на место подчиненного, а подчиненный, внетенный класс на место господствующего. Почему это переворот? И почему такое название? Революция, слово революция. Революция в чем отличается от системы награн и других? Тем, что там есть барабан. Он крутится. И вот, переворот состоит в том, что один класс был господствующим, а другой подчиненный, а теперь наоборот. Подчиненный стал господствующим, а господствующий стал починенным. И это переворот? Переворот. Но всякий переворот переварился. Нет, это вот такой именно переворот. Переворот в соотношении класса. Если это какой-то переворот, который соотношение класса не меняет, то это может быть переворот какой? Верхушечный. А если я тебе вхудшечный переворот, то это может быть вальцовый переворот. Водиенный переворот. То есть какие-то перевороты, которые меняют остановку позиции в рамках одного и того же класса господствующего, но не затрагивают соотношение двух. Вы знаете, что мы не случайно взяли это слово. Слово революция все используют как позитивное, как позитивное переворот. Как это ни странно, при том, что есть революционеры, есть контрреволюционеры, но слово революция, оно носит в языке такое устойчивое положительное значение. Поэтому, раз оно носит в языке положительное значение, то его применяется в некоторых случаях, когда надо изобразить какой-нибудь переворот, а там не революционеры. Например. Говоря, что в Украине произошла оранжевая революция. Революция. Там революция произошла. Какой там был класс в области? Революция. Революция произошла. Какой там был класс в области? Буржавный. А сейчас какой? Такой же. Дальше, скажем, в Грузии была революция. Революция. Что, вместо людей росли, что ли, почему? И в Лос? Это неоградные. В Лос это так. В чем революция? Ну, в чем? Буксевар, надо, надо, надо. Там, вовремя. Совсем другие человек. Поменялись. То есть ориентация, скажем, на местные США и на Запад, стала еще больше. Ну, она и раньше уже была. И при том, что в Альмазе, правда? Поэтому никакой удобства, собственно, революции не было. А контрреволюции было, и контрреволюции не было. Потому что это все изменения, пределы одного и того же правящего класса. Правильно? Правильно. Еще какие мы знаем революции? Тюльпан. Где? В Киргизии. А? В Киргизии. Ну, одна группировка была здесь. Мне вот другую группировку была здесь. Где революция? Есть революция? Не вот тут революция, а переворот здесь. Причем это может быть... А вот еще одна революция была, которая... Ну, там не особенно говорят, что революция, и не вижу, ты говоришь, что это переворот. Это военности. В Египте пришли, может, брать мусульмане. Довольно туда реакционная группировка, но они пришли. Парламентским путем. Да? Путем всеобщего голосования. Вот, скажи себе, пожалуйста, в Египте я пришел в классе. Путем переворотом или парламентским путем? Нет. Она расширит панциров и... Да. Она касается другим путем. Это будет так. То есть, надо, когда в Египте я видел такая замечательная система, когда можно путем выбора, оказаться в ситуации, когда к власти придет не просто господствующий класс, а фашистский класс. Фашисты, то есть люди, которые граждены в самоустройство вот этому городу, в механическом устройстве, в архитрическом обществе. Пришли они к путем вот такого, значит, всеобщего голосования. А в Египте, это вот тоже современный недавно. В Египте были бойцы-косульмане? Были. И как их прогнали? Путем? Чего? Путем. Военный переворот произошел. В результате военного переворота. Пришли более прогрессивные перевороты? Да. Более прогрессивные. Ну и что у нас получилось? Вот мы, значит, вроде чуть ли не с вами прошли демократии. Демократически выбрали патит мусульман, а потом пришли такие чеки. Люди, военные, Мурси пришел, который совершил военный переворот. И от Мурси это же был лидер патит мусульман, а новый пиздец в этой перевороты. Ну да. Да. То есть что получилось? Получился. То есть военный переворот может играть прогрессивную роль. Но, наверное, мы не можем сказать, что паранославия и все играли. Какой там класс у нас? Ну разве я теперь так буду? Какую статью? Все изменилось. Именились люди. Это существенные вещи. Именились. Правда? Потому что все мусульманское государство, исламское, а в данном случае Мурси это непонятно. Скажем, у нас отношения с новой властью, с пришедшим в Мурси хорошие, а хорошие только они и против России, и против России совершаются эрористические акции, не позволяют нам там туризм. И так, надежда на то, что мы наладим туда линию эрористическую, пока не оправдалась. Потому что очередные взрывы, очередные террористические акции и так далее. А вот в Турции тоже был переворот. Там ревористы были, или нет, самолеты летали, танки двигались, и Эрдоган, и этот самый, этот переворот подалили. Была там ревориста? Нет. А была бы там ревориста? Нет. Какой там? Представите, какого класса? Скорее покажу, большая сила была американская. Лига которых находится в Соединенных Штатах Америки. И вот переворот ведется оттуда. Значит, итог и результат. Что такое революция? Это такой переворот в соотношении классов. Когда на место господствующего класса становится класс умнетенный, а на место умнетенного подчиненного класса становится господствующим. То есть это переворот в соотношении класса, а не просто пределы одного и того же класса. Вот тогда это революция. То есть тогда верно и то, что это скачок, верно, да? И верно то, что это насильственное явление. Потому что господствующий класс, он же буржуал. У него ведет государство. Поэтому как вы собираетесь превратить господствующий класс в подчиненный? Детский лейтинг думает, что господствующий класс вооруженный, имеющий специальными силами государства, что он просто так отдаст свое влияние в руки подчиненного класса. Поэтому совершенно правильно, коллега, испричем, что вся революция – это насильственное мероприятие. Насильственное. И насилие оказывает новый класс, пометен как передовой, над реакционным классом. И вот, несмотря на то, что пишут об этом представители классов господствующих, все равно слово «революция» традиционно используется как некое позитивное. Правда? Или даже делают, вот сейчас, например, включали лейтинг революции двух, буржуавная и социалистическая. Потому что одни на фонаре на социалистическую революцию, но не сильно, я бы сказал. Не сказать, что уж так прямо ее трогать. А другие просто и схватывались, вот революция ее подошла полностью. Значит, буржуавную и социалистическую смешанную вместе была одна революция семнадцатого года. И в итоге одной революцией получилась советская власть. И что же получилось? Получилось, что товарищи, граждане, коллеги не различали между революцией буржуавной, когда на место феодальному классу пришел класс буржуавный. Это буржуавный, это буржуавная революция. И что такое, это революция социалистическая, квадратная, когда на место феодальному классу пришел рабочий класс. Это совершенно разные революции. А то, что они были в одном году, это для дела революции не имеет. Это только говорит о том, что в революции очень долго не было буржуавной революции. Что здесь эта буржуавная революция запоздала. Поскольку она запоздала, и буржуазия поэтому была слабая. И буржуазия была слабая, и трусливая. Потому что первое дело было буржуавной революции в России, какое? Отдать землю христианам. Что такое отдать землю христианам? Дать свободу для революции буржуазных отношений к берегу. Правильно? Когда частные, вот если собственность отдать христианам, то одни и мы хотели, а другие 5 дней появляются капиталисты. И только какие-то строятся рабочие. То есть расширяется эта база для буржуазных отношений. И Макс отмечал, что расширяется на земле, она облегчает развитие капитализма. Потому что земельные собственники, которые брали рену, и тем самым активная часть прибыли у капиталистов, они этой реной облегчаются. И когда цель может быть отмечена, или прибыль. Понятно. Будет произведено. Вот такая получается картина сессии. Ну, это жалопоморочная история. Так, какие у нас еще есть вопросы? А у меня вопрос такой. А может быть переход с одной формацией, или другой неотечественным буржа? Бывало ли вообще? Неотечественным не может быть. Он может быть без трюки. Что такое насечественное путь? Вам построят трое. Двое скажем, а один автомат. Девушка, пойдемте, вы сейчас отдадите столько ошибок там. Только без суммы и без крикла. Потому что, понимаете, слишком много прогулок у нас. Вы не успеете крикнуть, когда вас уже не будет. И вы с удовольствием расстаетесь. Как вы думаете? Смотри, я не ловлю на падение. Вот он приехал на автомобиль, как председательство наркома. Останавливает бандит. И что он будет им доказывать, что председательство наркома? Они ему говорят, давайте деньги. Ну, в летнем году он написал, что мы приходим и не отдадим. Он отдал пришел. Он отдал пришел. Поймем дальше. И везут на дорогу. Поэтому революция насильственная. Чем больше и лучше вооружены те силы, которые делает революция, есть меньше шансов, что революция будет кровавой. Я говорю, а что вы будете? С кем вы будете воевать? Если вот в такой ситуации... Я говорю, а что вы будете? Я говорю, это была ваша война с этой стороны? Ну, вот такая ситуация была в 18-го. Посмотрите. Есть женский батальон и Юркер. У Временного Победы. А у большевиков есть гарнизон Петроградский. Вот скажите у вас, возможна ли война Петроградского гарнизона с теми герами и женским батальоном? Ну, это даже поставить только вопрос, это ясно. Никакой войны мы не можем. Плюс. Подошел самый современный крейсер, оборот. Который что, стрелял? По земной правосуде ограничился демонстрацией того, что он может стрельнуть. Ну, может. Ну, выстрелили. Холостыны. Хватили. Зачем разрушать здания и сооружения? Дальше. Войска с северного фронта. Зачем это? Что мало всего? Мало. Зачем мало? Мало для того, чтобы совсем была бескромная революция. Пришли еще люди, 500 человек, приехали из большевистских войск с северного фронта, где командующие симпатериалы пришли. А мы то же самое. Ну, часто были в этом деле. Зашли с самых разных сторон. Отсюда. Отсюда вроде как по кадровски. Ну, а там есть вход с Невы. С Невы зашли. А люди, которые на авроре были, они охраняли свое время. Временное правительство. Время охранилось по мятежам. Не знали, куда входить надо. Никуда бежать не надо. Что было в это время? Время охранилось. Время охранилось. Госпиталь развернуло. Большой. Всего народ пугает. Никто никого не убрал. Никто ничего не стрелял. То есть, видимо, несколько выстрелов было со стороны того же самого женского хавиона, потому что несколько человек погибло. Около пяти. И даже я знаю, где вот захоронили пока нет могилы, там несколько человек похоронят, и все. А вы посмотрите, жертвы февральской революции, там же их масса, а у нас Максово поле, там же сколько похоронят, это же моими огромными. То есть буржаная революция, буржане плохо подготовилась к революции, потому что она не обеспечила перевес сил. А хорошая подготовка означает, как в нужном месте, то есть подавляющий, подавляющий на ревес сил. И от этого насильственность не уменьшается, правильно? Ясно, что насильственное действие, но это вовсе не значит, что обязательно нужно стрелять, убивать. Наоборот, зачем убивать? И так все надо, и куда деваться. Так, еще есть вопросы? Нет, у нас в следующий раз последнее занятие, всех, кто еще у нас не выступал, имеют последний шанс выступить. А, соответственно, другие не имеют шанс послушать эти замечательные настроения. Так, на пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok